Извините, конечно. Так, всем привет. Сегодня у нас 10 октября. В эфире у нас Никита. Сейчас он расскажет, зажжет. Привет, Илья. Давай, Никит. Вечер добрый. Меня зовут Светлеров Никита. Большое спасибо, что пришли в будний день вечера на наш небольшой вебинар. Соответственно, по регламенту у нас сегодня три пункта. Первое. Мы посмотрим, как считать товары. Как это делаем мы. Был удивлен, что не все так делают. Второе. Будет небольшая презентация. Третье. Мы посмотрим на пять интересных тем. И, как просил Дмитрий в группе, разберем возможные ошибки. Наиболее популярные. Соответственно, поехали. Будет сейчас таблица. Денис, мой экран видно, не видно? Тут нужно смотреть экран. Пока ничего не видно. Сейчас посмотрим, что там подгружается. А, нет. Так. Ты сейчас куда смотришь? Я смотрю он по фейсбук. Да. Все видно экран. Значит, я сегодня на досуге сконструировал маленький калькулятор в Excel. И после семинара, если вы считаете, что он вам пригодится, смогу вам его выставить. Да, прекрасно, что видно. Сейчас будет видно и, наверное, полезные вещи. Значит, как обычно считают товары. Люди заходят на Amazon.com. Я не знаю, пилу, подушка, бывает подушку. И смотрят, какие здесь комиссии фи вместе с закупкой. Положим, что подушка вместе с доставкой отлично стоит 12 долларов. Но мы будем ее продавать за 35. И, казалось бы, 50% маржи у нас здесь есть. Как считаем обычно, это мы. Потому что мы много сделали хороших поступков, решений. Так и много плохих. И сейчас стараемся плохой выбор товаров перед покупкой товара решать. Значит, какие обычно комиссии люди не учитывают. Они обычно не учитывают. Сейчас я в красном, наверное, буду выделять. Первая история, которую как статичная я делаю. Насколько наша цена будет меньше, чем у конкурентов. Все продают за 15, мы будем за 14. А почему? Насколько там упаковано? Обычно я делаю минус 8-10%. Вдобавок к тому, что обычно те товары, которые все мы выбираем, мы все видим, какие товары выбираем, потому что одни и те же люди делают отзывы. И каждый из нас это видит. Очень большая конкуренция, она растет. И через год они точно будут дешевле. Следующий параметр, который люди часто не учитывают, это хранение товара на складе 3 месяца. Тогда мы считаем, что не полгода, не месяц, не два, а три. Это очень критично, когда мы говорим о габаритных вещах. Месячное хранение этой подушки, в том месте 40 долларов, составляет 2 доллара. То есть если мы два месяца не досчитаем, то это будет 4 доллара, которые мы как-то забыли. Потом расходы на рекламу, насколько хорошо видно, кстати говоря, скажите, пожалуйста, качество, 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 качество. Я замечательно вижу. Сейчас исправим. А сейчас, наверное, получше, скажите, пожалуйста. Не знаю, у меня замечательно видно. Какие там комментарии, Денис? Пока молчат. Ну я просто не комментирую, потому что мне сложно сказать. Может экран грязный, может там интернет плохой у человека. Это хорошо. Ну, пожалуй, так как лучше мы не сможем, то... О, комментируют лучше. Значит, хранение на складе 3 месяца мы фиксируем и расходы на рекламу. Вот как-то с потолка у меня недостаточного опыта, чтобы предоставить совсем полную библиотеку, сколько в каждой нише. Но по нашему опыту меньше 10 не бывает. 10 – это низкоконкурентные. Ниша очень 15 – это низко-средние. А конкурентные ниши, ставьте смело, 25%. Это и PPC, и расширенные рекламные кампании, и до кубков отзывов, и вихри, так, ну, если такие уже есть. Народил табличку, я скину в конце семинара, если она вам интересна. И еще какой-то товар, который люди не учитывают, статью расходов, которые люди обычно не учитывают – это рефанд рейд. Потому что иногда бывают товары и с четырьмя звездами, соответственно, там рефанды гораздо чаще. Ну вот, чтобы чуть-чуть перезаложиться, считайте, 1% – это хороший, 2 – средний, а 3 – плохой. Часто товары бывают 3,5 звезды, и туда можно и 4% ставить. И комиссии платежных систем. Люди тоже часто об этом забывают. Понятно, что это 3% не от всей суммы, а от той, которая приходит с Амазона. Но, тем не менее, ее нужно или вывести на себя, или же вывести с аккаунта пионера в наличные, потом выстрадиваю ее. А еще и у кого начальный пионер, еще и на приход с пионера, там есть 1% комиссии. И последний момент, который тоже не всегда люди учитывают, это цену к инспекции. И обычно, когда вы все просчитываете, то с большей вероятностью, что товар, который вы выбрали, и он прошел на проверку, действительно он будет надолго и хороший. Напишите в комментариях, часто ли какие-то из этих параметров при просчете забывали, а потом спохватывали, что действительно большое значение это имеет. Никит, у меня есть первый вопрос. Никит, по поводу складирования. Там FI, FI у нас учитывается общее, вот в этом, калькуляторе. Но снимается, снимается, когда мы бизнес, вот этот пеймент смотрим, снимается только часть. И если так суммируют, в принципе, это одна и та же сумма. И мы с каждой продажи, да, понятно, что FI заскладирование снимается, почему отдельно, мы понимаем, потому что товар, когда продается, мы платим за продажу, естественно, с нас снимают эти FI, а заскладирование с нас снимают по-любому. Но сумма в сумме в Amazon калькуляторе, это общее. И мы, получается, вот это вот красное и зеленое, это примерно получим, что в чистом виде, если мы продаем за один месяц. Имеется в виду, что если плюс 3 месяца, скажем, 3 плюс месяца. Я понял. Ну, то есть я, к тому, что калькулятор, принцип показывает, правильно, но FI снимается по-разному. И FI снимается за складирование раз в месяц, общей суммой, зависимо от товарных остатков, места, которое вы занимаете. Ну, потому что FI снимается за складирование при любом раскладе, а FI за продажу снимается только, когда у вас есть продажа. Я вот хотел уточнить. Да, это так. Давайте какой-нибудь товар просчитаем, который, казалось бы, маржинальный. Отвечу, возможно, на какие-то вопросы, если есть, и пойдем дальше. и эту табличку вышлю, все могут ей пользоваться. Там формулы не очень сложные, поэтому сможете ей пользоваться по тем комментариям, которые мы оставили. Какой, например, Денис, сейчас товар маржинальный? Бери к вам злого конкурента. Сейчас как туда народ ломонесся сразу. Трафик мы поднимем. А вот на самом деле у нас есть... Хорошо. Как этот самый лучший товар сейчас называется? Действительно, Гарлик Пресс? Я думал, это обезьяна сейчас покажешь, которые уже в группе засветились на пальцах. Все спрашивают, что за такой волшебный товар? Мы уже сколько таких товаров прошли? Я говорю, я даже, я вот прям чур меня, чур меня, я туда не бледу, не хочу, хватит. Ой, а я про это обезьян сегодня не добавил, к сожалению. Отличные благоприятные. В общем, сегодня мы просчитываем вот этот товар просто на все для примера в этой таблице. Jump Rolls следующий будет? Ввели сюда 12 долларов сколько у лидера, где-то по 12 эти Гарлик Пресса стоят. На 8% будет меньше цена. Как раз этот примерно в этом диапазоне торгует, как догоняющий лидера за 10,78. И пик-н-пэк складское хранение Амазон составлено 3,96. Мы это видим в этом плагине. А месячное хранение 0,08. Почему-то сегодня он показывал несколько больше. по расходу на рекламу учитывая то, что в этой нише достаточно много очень одинаковых чеснокодавов, чеснокодавилок, и то, что здесь представлены очень сильно упакованные бренды и магазины с большим количеством звезд и большим количеством бестселлеров, это говорит о том, что тратить на рекламу мы будем очень много. Как один из шаманских способов определить с потолка немножко, какая будет, какая конкуренция в нише, какой отдельный вес рекламы у вас будет составлять от цены товара, это на ваш действующий продукт, необязательно тот самый, который хотите, попробуйте настроить PPC на наиболее релевантные ключевые фразы и посмотреть на ставки, которые у вас бывают. Если на этом Гарлик Прессе сейчас ставки, например, рекомендуемые 1,4, мы знаем, что конверсии примерно одинаковых с моим диапазоном одинаковые, то доля рекламных затратов здесь можно смело ставить 24-25 процентов от стоимости товара. Конечно, что-то вы будете продавать только через PPC со Экосангло 80%, что-то у вас будет торгать. Расход на рекламу 17, рефант 3, ломаться по большому счету нечего, вы честно когда 1% комиссии платежных систем, пока у нас, к сожалению, 3%, лучше не научились, и закупка полагаю здесь 2 доллара, также по Алибопейскому доставка, конечно же, это уже море, и инспекция у нас почему-то бесплатная. И даже с этими несколько низкими ценами получается, что человек не зарабатывает, как нам могут показаться, тысячу долларов в месяц больше, чем в 2 раза, зарабатывая больше, вложен, она зарабатывает буквально четверть доллара на каждом товаре. И когда мы ставили уже эту гипотезу на те товары, которые у нас есть, действительно корреляция очень высокая. гипотеза с просчетом всех параметров подходят под настоящие продажи. Есть ли какие-то вопросы по данному таблице, почему мы три месяца считаем, а не только один, почему мы рефанатрии считаем, почему мы все-таки тратим на рекламу деньги? Есть ли какие-то у вас вопросы? Вопрос нет вопроса. Кто удобно? Значит, эту таблицу вышлю в конце. Вы сможете ей пользоваться. Надеюсь, она будет вам полезна. Есть какой-то вопрос. Почему три задает Олег? Олег, потому что, когда у вас продается товар, то все рекомендуют завозить хотя бы на один месяц дополнительно. И это если самолет, если это море, это вас более виноват. Первый раз слышу про такую рекомендацию. Во всякий случай, месяц, месяц, ну, чтобы вот тут столкнуть. А как ты можешь предугадать? У меня есть товары при средних продажах на первой странице одни и те же, одних мы довели до 160 продаж, а некоторые довели до 5-6 продаж. Как это можно угадать? Вложили одинаковые деньги? просто я тебе реально говорю, если кто это может предугадать заранее, дай них, я не знаю, я не могу угадать. Мы гадаем, то есть мы запускаем, все делаем стандартно, а результат совершенно всегда разный, при абсолютно одних и тех же вроде исходника. Это Amazon, и здесь часто бывает, что не всегда выходит так, как ожидаем. Я тебе об этом говорю, взять товарные остатки просто нереально, то есть мы сейчас возим тысячи-две тысячи, просто из-за того, что мы постоянно в автостоке, каждый раз у нас лишние затраты идут, на то, что мы каждый раз перед запуск делаем, абсолютно заново все соответственно тратим. Есть и обратная история, что если сделать слишком большой перезатат товара, то он у вас будет храниться дополнительных 2-3 месяца. Естественно, с этим можно тоже бороться, с этим тоже можно бороться, но... Или не дай бог забанят листингу, всякое разное бывает, поэтому лучше перезаложиться, чем что-то не досыдать. Олег спрашивает, а листингу фото, сюда же нужно посчитать. Олег, вы можете здесь сделать из спланированной первой партии вычислить расходы на листинг и так далее. Но, тем не менее, редкий товар на первой партии вообще прибыль. Если у вас рвы процентов 45, первая партия не очень большая, дай бог уйти бы в ноль. И второй раз уже ввести товар на готовый листинг, на понятную семантику, на понятную настроенную продажу. Но Родил спрашивает, а перед Новым годом как сильно изменится комиссия в отдел? Они изменятся, но все компенсирует повышение цен, которые всегда есть в четвертом квартале на Амазоне. Поэтому можете не думать об этом. Соответственно, очень хорошо, что получилось, что нет вопросов. Идем к следующему блоку нашей презентации. Мы тоже занимаемся Амазоном и решили предоставить возможность не только работать на свои деньги, но и предлагаем новым партнерам начать работать вместе с нами. У нас есть небольшая презентация, так как об Амазоне здесь точно все слышали, будет она очень на прокрутке. Значит, вот, соответственно, пруф, как мы работаем, какие у нас результаты за последние 6 месяцев работы. Большое спасибо, Денис, что направлял и отговаривал от большого количества ошибок. Тут немножко агрессивный тайтл, что тройка лучших продавцов в России. Слава Богу, что в России мало продавцов, но украине много. Поэтому это можно писать вполне уверенно. Красавица. Не, ну, можно было написать в Московской области, но в России точно. Районно, да, любишь ее. Вот у нас такая динамика по количеству продаваемых товаров, это в штуках по игре. Рентабельность у нас 31%. Некоторые расходы не учтены, но почти все учтены. Это у тебя дроп, приват, онлайн, все вместе, отдельно? У нас private label, мы делаем разные товары, как House and Personal Care, Beauty, Tocen Games, сейчас Topicals пошли, которые лосьоны, крема, гелия. Делаем, обычно стараемся заходить когда в нишу, как можно шире распространяться по товарам, чтобы не бегать из одной ниши в другую, потому что уверены, что большая семантика, настроенная PPC, понимание, кто конкурент, лучше, чем выбирать чуть-чуть получше, но других ниш. Как Денис упоминал, что не всегда получается прогнозировать скорость так же и у нас, не всегда получается 85% это выход на ожидаемые скорости продаж нашим товаром. Сейчас наверное уже не 39, а 41 продукт мы запустили. Там некогда базы по посудине. Я сегодня с одним экраном и несколько не могу. Сколько человек у тебя в команде? Сколько человек в команде? В команде 4 человека. заработанный фонд очень небольшой, около тысячи долларов в месяц. Очень. Сколько лично инвестировал? У Самарда было инвестировано несколько 50 тысяч долларов в свои деньги. Остальное уже нарабатывалось. Так. В каком проценте чистой прибыли? 51% от оборота есть с левой моментабельности. Дениска назовет в Минск поедешь? Меня уговорили уже. Хочется. Возможно поеду. Если на два дня, то скорее всего поеду. Поехали поугараем, я мая. А то так и не соберемся. Я просто хочу в Минск съездить и в принципе можно во-первых потом я назад вернусь в Москву почти целую неделю тусоваться будем. Можем там что-нибудь замутить. А еще второй вариант просто какой-то собраться именно в Москве то же самое что-то сделать. Ребята оттуда же пригласить. Тогда зачем ехать, Денис? Не, ну надо посмотреть вообще пообщаться с людьми. Понимаешь, если ты не приедешь никому, кто к тебе поедет? Все, я поеду. Договорились. Короче, мы с тобой там решим. также мы вместе с Денисом открывали разные категории. Мы понимаем, что именно в закрытых категориях действительно большая маржа. У нас школа жизни была этим летом. Мы сертифицировали 28 товаров в Тойсон Геймс и других категориях. И заранее нашли три товара, которые у нас возникло сомнение, что ими можно заниматься. И проводили патентные исследования. Причем это не совсем на поиск запатентировано или нет, а на понимание пространства, где можно лавировать. Скажем, вот есть расческа, она запатентирована, и эта запатентирована. А вот такую и такую она пройдет и может. Такие исследования есть, и лучше это делать перед покупкой этого товара. Еще несколько вопросов есть. Что? Еще несколько вопросов есть. Будешь отвечать? Да, конечно. Так, из 40 товаров сколько хорошо работаешь и сколько сливаются статистика, цифры? Продаются на данный момент 9. Остальные мы закрываем. то есть у нас есть первая закупка, вторая закупка, и тут из-за того, что далеко не все товары, которые мы занимались, они по текущим процессинговым картам ложатся, то приходилось закрывать. Потому что было много трендовых товаров, прочески для мужчин, это силиконовые спонжики. Понятно. Юрий спрашивает Илья, они не поймут по цифрам. В первую очередь это оборот, цифры, общие обороты за год, за месяц, за всю жизнь или за месяц. Илья уточняет, 50к вложил и получил 500к оборот за полгода? Это было за полгода 50к было вложено и 500к за полгода обороты. Полгода короче, 500к полгода, соответственно получает 100 тысяч, чуть больше 100 тысяч в месяц. Ну, надо понимать, что на самом деле мы с Никитой, Никита зашел на рынок в марте месяце все на все. Вот, как бы ни было так вот плотно по-настоящему вот, и уже такие результаты, так что начали мы с ним этим заниматься с ноября месяц. Так что так. Следующий слайд это мы работаем вместе, втроем, с три партнера. Это Саблин Кирилл с очень большим опытом в онлайн торговле в России. Это Александр Алексей, который ранее занимал руководящий посты и управлял командами более ста человек и уже около пяти лет работает на площадках eBay и вот уже целый год на Амазоне. Нам помогают выстроить безошибочную торговлю Денис, большое тебе спасибо, консультант из Индии и недавно нашли человека в Америке. и если там есть какие-то вопросы интересные вопросы пошли. Интересно сказать вопрос. Илья, по обороту если 500 поделить на 6 месяцев понятно, что 83 тысяч. Хорошо. Если в АУ вылетаешь, следующая партия у тебя как идет? С нового лестинга или продолжаешь? Давайте вот на несколько отстраненные по следам вопросы в конце отвечу. Пожалуй, все. Давайте тогда пока блок закончим и потом вопросы. Значит, мы как работаем? Мы стараемся выбирать товары, которые действительно можно сделать лучше, чем остальные. Сейчас на рынке продают и рекомендую вам делать то же самое. То есть, если вы продаете наушники и не знаете, как их улучшить, лучше их не продавать. Стараемся обезопасить себя максимально сильно. Вы знаете, что некоторые товары запрещены для торговли на Амазоне, что-то в районной и мы с разных аккаунтов пишем, пытаемся создать листинги, задаем вопросы, мониторим конкурентов и, конечно же, мы тратим на поиск каждого товара не менее 40 человек в часах и на анализ и подтверждение, что даже любую сумму мы будем туда вкладывать, но не менее 20. Лучше все-таки перестраховаться. здесь показано, как мы продаем действительно все, о чем Денис обучает в группе, все работает и всем надо пользоваться. Мы семантические ядра делаем большие для PPC и прогнозируем, какие у нас будут дальше продажи и пытаемся как правильно Денис говорит, не делать перед сток склада, хоть иногда это и получается. Раскручиваем иногда какими-то другими способами и очень плотная работа с покупателями, что, конечно, все присутствуют, скорее всего, делом. и давным-давно отказались от товаров с неустойчивым спросом, потому что прогнозировать остатки просто невозможно. Это наше предложение для того, чтобы работать на Амазоне вместе. Я также вышлю в конце презентации в фильм «Модель», где вы можете поиграться с цифрами, количеством продуктов, которые мы сможем вместе с вами запустить. Если закладывать среднеизвестные риски, то в целом можно утроить свой капитал за год, если работать правильно по модели, которую мы уже в настроении. Ищем, конечно, только приятных, порядочных людей для того, чтобы работать вместе. Вот работать вместе предполагается, что мы будем делать абсолютно все действия, отчитываться и планировать все шаги. Вам же остается лишь только получать прибыль и раз в месяц участвовать в отчетности за прошедший период. Есть юридическая база, которую мы сделали, то есть вы переводите не кому-то в интернете, а документом с ответственностью, которую мы несем. Если вас интересует, могу дальше выставить юридическую на базу. И на этой милой ноте давайте я отвечу на ваши вопросы как по презентации, так и в целом по другим вопросам и дальше перейдем к пяти долгожданным товарам. У меня вопрос есть по поводу любого бизнеса, знаешь, есть риски, какие гарантии люди будут спрашивать ума основной вопрос. Помимо юридической бумаги, помимо бумаги. Бумага, бумага. Под гарантиями я имею в виду, что товар останется у вас, что мы будем страховать грузы при отравке и при его покупке, но тем не менее риск неудачной продажи, который на базу к сожалению пока все еще остается, наверное всегда будет оставаться, он положится в плечи инвесторов. Но тем не менее мы гарантируем так и максимально безопасную сделку по покупке, по подправке, так и по выполнению нашей процессинговой карты, которая у нас есть, которую мы сделали, которую идет. Ну что, читай, вопросов там полно. Ну да, если Юрий Владков что выслал, полетает, следующая партия на тот же лист, да, на тот же, потому что один из аккаунтов мы забанили неделю назад, мы его забанили, в целом это не очень круто ради экономии, я не знаю, 300-400 долларов на PPC покупать отзывов на 200, то есть тем самым экономить 200 долларов. Но тем не менее, если товар очень ходовой, и аудо большой, и на него очень большие ставки, то, конечно, на новом аккаунте нужно и на новый листик. Все в зависимости от того, скажем так, какие у вас надежды на этот товар, насколько он для вас критичен, и сколько вы на нем зарабатываете. Если это 1008 долларов в месяц, и там плохие отзывы на новом листике. Запись ребятра будет. Какие вопросы выносит на консультацию судейц или американцев? Пожалуй, более технические, чем те, которые все можно обсудить везде не с ним. Это все вопросы, которые я веду, Дмитрий. так, у меня здесь есть отели и пиписи сам ведет или аутсорс. Увидел. Леон задает вопрос, как распределяется прибыль между вами и инвестором. Инвестору 51% прибыли, нужно всего 49%. Илья задает вопрос, пиписи ведете сами или аутсорс? Илья, у нас был сложный момент, когда нам нужно было настроить пиписи по 25 продуктам в конце лета, и несмотря на то, что подрядчики, с которыми мы работали, весьма добросовестны, мы приняли решение спустя месяц, после работы, что если в пиписи работать, то это только с мамой, потому что никто никогда не будет вникать в тонкой семантике, а вручную это бить очень тяжело. То есть это только ваш сотрудник или вы может делать хорошо. Надо лучше первые несколько месяцев поработать хуже, чем это могли настроить профессионалы, при том будете настраивать гораздо лучше, они приняли свои. Ну на самом деле они же могут это настроить как раз. Я вот за то, что усредненно настройка идет, а потом как раз когда они тебя запустили максимально эффективно, ты уже перебег. Ты просто если у тебя мозг есть, ты смотришь, что они делают. Они каждую неделю тебе дают отчет для этого. Ты каждый анализируешь и уже принимаешь решение, что тебя устраивает или не устраивает. И сам понимаешь, если кто нанимает команду, а если кто по аутсорсу раскидывает свои задачи? Ну все в зависимости от авторитета. Если это действительно ответственные подрядчики, то почему нет? Если это случайные люди, то точно не стоит. Так, у меня еще вопрос свой тогда по поводу инвестиций. Я понимаю, если мы свои знания и все остальное оцениваем, я не знаю, предположим, пятят на пятят, мы работаем, пятьдесят один на сорок девять смысл тот же самый. Одно дело десять тысяч окладок, другое дело сто, другое дело пятьсот. То есть мне кажется, здесь процент должен варьироваться, потому что инвестиции совершенно разного порядка, и во сколько мы свои знания оцениваем, насколько мы можем с ними играться, то есть как ты это считаешь? Ну я думаю, что до тридцати до пятидесяти тысяч долларов ответвление лишь только по юридической базе. Если это в Москве или в России хочет он формировать общий договор между нашим и своим, то есть это только юридическая база меняется. Если там пятьдесят, сто тысяч долларов, двести, триста, то это уже предмет, конечно же, договоренности. Хорошо, это мы про инвестиции, если у человека нет товара. Если я являюсь производителем, то есть мы сейчас говорили про инвесторов. Инвестор человек, у которого есть определенная сумма денег, в которой он готов работать. Если мы говорим про конкретно человека, который является производителем, ну или представляет каких-то производителей, ну сам понимаешь, у кого есть свои товары? Здесь как? Понял. У нас есть такая же презентация, только для юридических лиц, где мы на таких только прежде проведя глубокий анализ действительно ли эти товары рентабельно продавать на Amazon или нет, мы представляем такую же услугу по вывозу товаров на Amazon America. Понятно. Ну так, все то же самое, вы просто предоставляете товары, деньги на продвижение и участвуйте раз в неделю, раз в месяц в отчетности за корей. пожалуй вопросов нет, я так понимаю, все, есть еще вопросы, имею за поспешность, партнерские продажи вы ведете со своего аккаунта партнера или своего? Сергей, можно с вашего, можно с нашего, в целом скорее с вашего, нам это комфортнее. Олег задает вопрос, вы выбираете товар или инвестор? Предлагаю обе стороны, но в целом сама рутина по поиску, нахождение интересного товара ложится на плечи нас, так и весь процесс мы подписываемся, что будем исполнять. Само решение, конечно, это коллегиально. Сергей Олянский задает вопрос, если выступать инвесторам, то никакого участия в процессе не принимаешь, тупо не доставляешь только деньги. Да, это так. Как часть учебной программы не подразумевается история. Олег задает вопрос, когда старт вашей компании? Вот уже стартовали, можете обращаться. Денис, я тогда перехожу к следующему блоку и оговариваю, что презентацию также вышлю дальше, правильно? Ну да, конечно. Значит, сначала хотелось, когда готовили презентацию по вопросам, вопросам, это последнее. Ростислав, извиняюсь, не ответил на вопрос. Какие вопросы выносите на консультации с американцами и индийцами? Технически ты ответил. Технически, да. Там хаза, не можно себя ищетно сделать? Как часто нужно прорывать? Через телефон или через млн? На какую почту? Юрий задает вопрос. Какая ценовая политика товаров, которые вы запускаете? от 18 до 45 долларов. Самый оптимум это 27. Дороже не доросли, а меньше страшно. Поехали следующие тогда нише. Как это пройдет? Мы тоже ищем очень много товаров и нас слушавшись своих знакомых по Амазону и самим немало раз увидим, что может происходить, мы очень тщательно каждый дни шут смотрим. Просто сейчас это будет такая гипотетическая работа над ошибками. Что может происходить и как это находить? Начнем с простого. Все ниши очень прекрасные, низко конкурентные и очень маржинальные, но туда идти не нужно. Значит, вот товар, который все из нас наверное видели, потому что через эти программы он нахер вылезает. Представляет собой, по большому счету, всех одно и то же. Пластиковая история, которая раздвигает ноги, пальцы на ногах, чтобы можно было сушить их лак. Не глядя на листик конкурента, есть одна простая история, которую можно понять. На Амазоне в каждой нише есть маржа, есть маржа только у производителей, но все не случайно. Вы косметики, потому что не все еще получают разрешение ныне. В крупноговоритных товарах другая история, из Китая тяжело везти, например, морем, а еще все пытаются найти товар, чтобы возить самолет. И если вы видите какую-то необычную нишу, стоящее должны подумать, а почему так происходит? Может быть, здесь есть какие-то проблемы? сепаратор на Алибабе можно найти предложение до полутора долларов за комплект. И видим, что и конкуренты, которые появились совершенно недавно, они предлагают именно вот такого состава пластиковые с цельными конструкциями. Они появляются совсем недавно и стоят немножечко дешевле или значительно дешевле. За 8.92 почти то же самое. 15 солнцем. Здесь все достаточно просто. Всегда, когда заходим на такие товары, Ctrl-F это поиск страницы и патент. И вот он уже во втором буллете или в продам дескрипшен. Дальше можно искать по бренду на различных сайтах, которые есть в Amazon инструменты в группе или на сайте производителя. Также иногда бывает, что это рассказывается. В целом это понятно, главное просто об этом не забывать. Иногда даже когда люди об этом знают, они забывают проекте. Вопрос какой там? Там они разные просто. Одни для маникюра, я так понимаю, а другие лечебные. В одних ходить можно башмаках, а в других надо на диване сидеть. Да, ну, там наиболее патент надо не забывать тоже. Ctrl-F это понятно, мы из списка берем эти слова и так далее, но патент патенту рознь, и бывают что специалисты не могут понять. Ну, то есть Samsung с Apple сколько они там судятся, то есть они считают, что это патенту относится, а я считаю, что не относится, так что нет черного и белого. Денис, рассчитывая, что все уже предполагают, как работает Amazon, кто первый нажал после второй кнопки, я не думаю, что это самое лучшее запускать один из своих первых десятков товаров с патентами. По крайней мере, пока не сделан патентный поиск. Нет, это поиск-то однозначно, конечно, чтобы защитить свои инвестиции. Вот второй товар, тут все хорошо, тут есть маржа, есть продажи, есть очень высокая конкуренция. Вот он, прекрасный товар, как было обещано. Товар стоит всего 45 долларов. Хорошие поставщики есть, только на Alibaba смотрели, и по предыдущим по другим товарам знаем не понаслышке. Он не запатентирован, это уже доступна технология, и можем посчитать, сколько они зарабатывают. Это не самый битс-север. категория, может не в категории, ладно. Товар стоит 80 долларов вместе с доставкой, и это самолетом доставка. прибыль 50 долларов соединит. Понятно, что если все сосчитать по правильной таблице, будет чуть меньше, но тем не менее, товар очень хороший. еще раз посмотреть все категории, вот есть действительно большие продажи у частных марок. Какая здесь есть история, почему мы, например, не занимаемся этим товаром, помимо того, что здесь есть безусловный лидер аэробок, потому что очень ресурсоемкая, ниша. Всегда, когда вы начинаете запускать товар, просчитайте обязательно все расходы, которые вы принесете, листик, товар, закупка, инспекция, доставка и самое главное вторая партия. И всегда на сложные предметы, как электроника, знаете, что вы сможете эту сумму списать. если мы говорим, что здесь продажа порядка 20-30 штук в день, ну хотя бы нужно брать 20 тысячи, хорошо, тысячи, ну можно 500, и с того же и так большая сумма будет. 500 на 80 это 40 тысяч долларов. И еще умножим на 2, потому что там будет вторая партия, деньги еще не придут. до 500 это аутовсток 100% не будет. Если нормально запустить, надо не забывать, что при такой конкуренции вам еще надо будет просто на раздаче закинуть как минимум полтос, а то и больше на первой партии. у вас уже будет 450 это еще меньше. То есть я последнее время, но надо не забывать, нас конечно к такому товару не относится, что на 150 штук влазит. Я беру 600 для маленьких товаров. Ну не для больших. А для таких товаров надо хотя бы штук 600 ввести, чтобы хоть 500 было у вас. Просто такая история достаточно распространенная. Есть такой товар, который зачем-то все повезли в прошлом году. Диффузеры до сих пор возят. Это очень забавно. Ну и какие? Диффузеры что? Диффузеры да. Ну и потому что знаешь что? Основная масса народа и кто ко мне пришел в мае месяце я вел одновремя штук 6 диффузеров. И у нас получается это произошло. Народ делал ризерт в февраль. Они смотрели старые продажи в декабре. Они не учли что этот товар во-первых зимний а не летний он и в подарки хорошо идет и бизнес подарки он и второй момент то что все эти увлажнители запахи масла все относится к закрытым помещениям а летом помещение открыто соответственно в лето помимо того что падает продажа еще падает придача и ценник вот на этот товар как раз ценник лето падает глобально проблема в том что есть во-первых товары которые дорогие и низкая конкуренция крайне нужно быть большим профессионалом в амазоне чтобы позволить себе запускать товар такой дорогой частную марку и закупить 100 штук или 250 штук все по 500 везли в основном и 500 штук это очень странно нужно быть очень большим профессионалом чтобы даже заработать не все на амазоне они они респектабельны у них сейчас почти все студенты выходят с товарами по 30 долларов и когда ко мне обращаются постоянно спрашивают у меня несколько зарабатывать а почем я буду продавать товар мне каждый раз умиляет какая разница почему я буду продавать товар у меня есть товар который я закупаю по 4 доллара и продаю по 30 на привате ну и что какая разница почему я буду продавать за сколько я заработаю с чистыми с каждой продажи так скажем и очень многие идут они вообще уже не смотрят такие товары не для них они голубых кровей и они соответственно идут в эти товары конкуренции они же считают основная масса что товары в районе 50 долларов продажи это уже элитарность какая-то там меньше конкуренции туда надо идти а на самом деле нормальные товары где меньше конкуренции долларов от 100 а что за 10 долларов что за 50 долларов примерно конкуренция одна и та же а уж по 30 долларов я вообще молчу туда идут те же самые люди с теми же самыми деньгами никакой разницы меньше людей там нет конкуренции нет а в некоторых местах даже побольше конкуренции вот и все товары 100, 200, 300 долларов, там, да, естественно, конкуренция уже значительно меньше. И я бы мог сказать, что конкуренция меньше больше всех товаров, где, например, трудная доставка, трудное хранение, там, тяжелый товар, габаритный, который надо возить, там, море, товарные остатки огромные надо содержать. Вот там меньше конкуренции, но никак не в ширпотребе вот в этом. За 30, там, тире 50 долларов. А диффузеры летом вообще, у них себестоимость, там, с фи, 20, там, с копейками долларов, их и продают по этим. Там, у одного 500 миллилитров, у другого 200, у третьего 300, и вот друг с другом там душится. Ну, в общем, первое, первый сепаратор, который у нас был, пальцеразвигатель, он потенцированный. Второе, хочу показать, что есть товары, столько ресурсъемки, что не стоит думать, что это ограничится партией из 500 штук, там нужно иметь большой запас ресурсов и понимание, чтобы их эффективно потратить. И всегда нужно расчетовать бюджет подходящий своему опыту и состоянию. Следующий товар, это тренд уже отыграл, сезон отыграл, но, тем не менее, уж слишком показательная картинка трендового товара, который, да еще и сезонного, который бы, в общем, этим товаром многие занимались в России чем-то, и в начале весны, середины весны, эти товары стоили порядка около 7-8, что они стоили. Ну, нет, там как-то непонятно, там на самом деле 30-40 долларов они стоили, мы стартовали с этих цен, первый мой ученик его привез где-то в начале мая, по-моему, или в апреле, да, в начале апреля, вот, и они, в принципе, неплохо зашли, но некоторые, некоторые известные бренды, они торговали как раз, как ты говоришь, по вот этой цене, по высокой. Но, в конечном итоге, практически, тоже непонятная история Амазона, половину забанили за держатель для GoPro, там, и так далее. Удалось ли у ученика не в стоке большом вычисывать или нет? У меня их такое количество большое было, и в конечном итоге с тем я давно не общался, вот, мне ничего не могу сказать, я знаю, что его забанили, вот, то есть, он был вот один из первых, у него, в принципе, так себе зашло все это, ну, уже не помню, просто это было, то ли май, то ли апрель, то ли май, а вот последних, которые приходили уже в конце сезона, это был конец августа, сентябрь, то есть, у нас была задача просто их слить и выдернуть деньги, но смысл был такой, что очень было сложно все это сделать, в конечном итоге мы сошлись на том, что мы просто дербанили разные ключи и пытались тупо, точечно, с минимальными затратами, потому что у людей уже потрачено было на подписи огромное количество денег, на консультации и все остальное, вот, ну, то есть, не было просто уже и мы с минимальными затратами пытались найти ключи, но, конечно, в результате не знаю, цели склады или нет, потому что специфика моей работы консультативная и очень многие люди просто получают информацию и уходят дальше, вот, и вроде ключи нашли, то есть, какие-то продажи получили, но, как бы там не было, ничего хорошего в любом случае не было, то есть, задачи были уже такие, не бизнес построить, а вывернуть денег при любом расходе. Ну, в общем, часто бывает, когда есть тренд, люди думают, ну, вот она стоит 59 долларов, я буду продавать за 38 и там еще будет оставаться, она же не сможет подешевле и дешевле 45. По 29 и дешевле. За 19 можно? Да, но я тебе говорю, 29, когда еще конец августа был, мы бились, мы 29 поставили, а сейчас уже все. Поэтому, вот, просто не стоит, не стоит, не стоит никогда заниматься трендерным товаром, не видно, как показательных примеров. Следующий товар, который хочется показать, это вот этот. Тоже хотели бы заниматься, пытались понять, почему у этого продажи есть, а у других не очень. Это товар, дармароллер, это штука, чтобы свою кожу иголками и порыщи сами уходят. Здесь есть люди, которые, игрок, который два года торгует, какой-то еще новый появился, еще, и вроде бы тут есть какая-то конкуренция, или что-то около того. А товар стоит порядка двух долларов, два с половиной. Все эти видны, это выгодное вложение средств. Если мы откроем скуп, то здесь все будет зеленое, зеленое, зеленое. Здесь другая история. Казалось бы, наверное, новый товар, и ладно, на нем можно заработать. Видите, здесь RPR все зеленое. Но если вы откроете Инстаграм, я просто рассказываю, как мы это делали, или Google Trend, мы увидели, что этот товар уже супер популярен пять или семь лет в Америке. Игроков сильных полтора человека. И в итоге поняли, почему так произошло. Стали читать, 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 читать. И где-то было на каком-то маленьком форуме, что FDA, это организация, которая запрещает или разрешает различные препараты и приспособления для здоровья, запретила продажу дармороллеров в Америке вообще. И, конечно же, этот товар он тоже не разрешал. Поэтому Амазон просто их удаляет. Как одна из параметров, что что-то здесь странное, люди их продают через своего склада. И они все равно на первой странице добывают. Просто как можно больше критичности подходить, и когда что-то пытаетесь продать сомнительное. На всякие детали обращайте внимание. Так, например, у продавца, который продает только дармороллерах, ничего в магазине нет. Причем, это не новичок, потому что, видно, он что-то уже что-то давным-давно пробовал. Аккаунт под убийство. Могут забанить, могут не забанить. Все равно товар ничего не стоит. и следующее товар это вот этот. Это ролик, это шарики для стирки или что-то около этого. Здесь есть маржа, здесь есть продажи, на первой странице люди, у которых не так много отзывов. И, казалось бы, этим можно заниматься. И тут я с Денисом не совсем соглашусь, все-таки заниматься товаром до 12-13 долларов это совсем страшно. Разве что, если не знать, как упаковать, это гораздо лучше, чем конкуренты. Значит, вот, например, вот этого товара, они стоят совсем недорого. Как бы, почему не стоит этим заниматься? Сейчас прогрузится, покажу. Этот стоит 20,5 долларов с доставкой. И, казалось бы, можно неплохо зарабатывать. какой-то вопрос. А, это Денис. Ну, объемный товар, не может быть так дешево. Что-то сомнится. Что, он вообще товаром ничего не стоит? Морим. Понятно. Мы сейчас вообще все морим. Два с половиной доллара. И открываем калькулятор, то, казалось бы, разницы почти нету. Два с половиной, 10,5 или 12. И вставляем сюда. 12 долларов стоит, не так ли? Сколько? Примерно да. Не помню. А, 10,39 еще меньше. Пик и пик пик у него 2,88 месячное хранение 0,23 расходной рекламы я думаю, что там 10% должно быть. Людям этот товар почти нравится, наверное, даже полтора процента. Закупка она стоит полтора, а доставка 1. И, казалось бы, все хорошо, что здесь есть полтора доллара на каждом юнице, тратчем два с половиной. Но если сейчас все придут на этот рынок, и у вас расходы на рекламу будут процентов 19, причем это не смерть, есть много продавцов, которые именно столько и тратит, то получится полдоллара на юнице. То есть, резюмируя все вышесказанное, не покупайте патенцированный товар, не занимайтесь слишком дорогим товаром, который пока вам не поторману, задумываясь о второй партии также, не занимайтесь никакими трендовыми товарами, смотрите на аномалии, например, на дермароллере вот на этом ролике с иголками это произошло. И старайтесь не заниматься совсем дешевыми товарами. Пожалуй, все, какие у вас есть вопросы? Денис, как иначе вести такой товар как не морем, не самолетом же, но долго. На поезде есть вопрос. Есть ли за последний месяц склад в продаже у вас? Не знаю, если у нас когда-то склад в продаже, то мы всегда пинаем на себя, а не на рыбок. Это удобно. ниши я вам смогу перечислить текстом. Хорошо. Сейчас это сделаю. Давайте Константин, давайте поделимся инсайтами. Говорите вопросы, с радостью на них отвечу. Какой такой ценовой диапазон для первого товара на Амазон? Я думаю, что точно более 13 долларов для первого товара. Я всегда рекомендую, если это основная деятельность, конечно, запускать лучше 2-3 и сразу с консультантом. Потому что вопросов, если вы пытаетесь понять, как это действительно работает, должно быть просто тысячи. Олег задает вопрос. Как выглядит схема запуска каждого вашего нового продукта? схема Олег, распространиться как схема на Амазоне или начиная с поиска товара? Олег, пока вы пишите с доходом на эргономичность, на немецкую устойчивость или на дизайнерский язык. Это очень отстраненный случай. Придумываем название, логотип, производство находим и везем его в Америку. Как мы запускаем на Амазоне все то же самое, как и в каждом видео, каждый спикер говорит одно и то же. Мы конечно мы так не делаем, потому что это запрещено правило. некоторые люди так делают. Они сначала делают раздачи одну, три, пять, семь, девять, если конкурентно товар и вместе с этим делают невероятные отзывы. И к моменту предпоследнего дня выкупов вы включаете очень сильно рекламу на автомат и если вы успели продумать семантику до этого, то и на ручную настройку и поехали работать. Причем выбирайте сразу три-четыре слова средне конкурентно, чтобы у вас уже на первой странице товар был по среднечастотнику или низкочастотнику, чтобы какая-то органика уже началась цепляться. И конечно же цену как можно ниже, минус даже по номиналу можно оттурдовать. Какой процент раздач пи-пи-си и так далее. Дмитрий, если говорить по процент, не знаю, процентов сорок от оборота на рекламу тратится. Планируете работу глобально с брендами, с фейсбук и так далее. Мы из интересного. У нас был положительный опыт с 20-ю, может быть, с 17-ю ревью Ютуба. Это работает не так сильно, как хотелось бы по конвенции, но невероятно круто по количеству просмотров и количеству переходов. У нас было где-то суммарно около 230 тысяч просмотров наших товаров на Ютубе за это лето. Потратили мы на это долларов 200 на зарплату человек. Поэтому пытаемся, но сейчас самое главное делать одно и то же действие. Выбирать товар и запускать на Амазоне, а не изобретать что-то сложное. Позиция такая. построение. Дмитрий говорит, что лучше строить бренд по чуть-чуть, медленно, но не так, чтобы это было постоянно кузнец бренда. Дмитрий понял ваш комментарий, но мне кажется, что сначала нужно построить это как более точно это как пока нету 500 миллиона долларов в месяц оборота на Амазоне не стоит идти на европейский. Это дискретная модель. Я придержусь, а кто-то хочет сразу в ши. Сергей говорит, с Ютуба на Ландос нет, с Рина страничка Амазона. Очень много ютубер-ревьюеров, которые участвуют в компании Амазона реферальной, и они особенно охотно, даже люди, которые думали, что будут это делать только за деньги, делают ревью ваших товаров. Денис, пожалуй, все вопросы уже задали, мы на них ответили. Отлично, тогда не будем затягивать резину, я думаю, был достаточно позитивный и интересный у нас сегодня разговор. По поводу инвестиций постепенно все растет, знания, которые были в начале года, к концу года изменились, из-за этого наоборот, я считаю, смотреть не столь важно, он нужен, как показатель, однозначно, один из объективных показателей, но просто если так в голову вдуматься, что за какие-то, получается, у нас сейчас какой-то октябрь, получается, как минимум за 9 месяцев, даже по большому счету за 7 месяцев есть такой результат, я считаю, это очень хорошо. Потому что, как я помню, когда интересовался другим направлением, там сказали, если ты в бизнесе останешься хотя бы на полгода и не просрешь свои деньги, тебе уже можно приглядеться. Ну вот, в принципе, на данный момент я вижу, кто удержался здесь как минимум год, потому что группе год всего на все, и я реально вижу никнеймы и вижу, то есть, вижу и целыми днями этим занимаюсь. Вот, очень сильно поменялась конъюнктура, люди поменялись, инвестиции поменялись, суммы инвестиций поменялись, подход поменялся, профессиональные услуги поменялись. Вот, то есть, огромное количество людей не могут работать стабильно, для них это игра. То есть, они закинули бабло, ой, не получилось, убежал, ой, хорошо, ой, товар кончился, ой, звезда прилетела, мне товар упал. Вот, а мы здесь в основном говорим о тех людях, которые действительно заниматься хотят профессионально. Что такое профессионализм? Это когда идут постоянно повторяющиеся действия с определенным результатом. Ну, если он идет плюс, значит, положительным результатом. Так что, мы в этом направлении двигаемся, надеюсь, что за следующий год будет результат еще больше. Инвестиции мы тоже также рассматривали этот момент. Вот, на данный момент там, наши команды, как бы мы с Никитой отдельно работаем, но это не имеет значения. Вот, просто у каждого на каждой стадии развития свой ритм. То есть, он, например, создал команду, он уже имеет, так скажем, запас мощностей, как я понимаю, правильники, которые можно использовать на это дело. Как вот ребята ко мне обратились по поводу PPC, они говорят, у нас есть опыт, мы работаем, у нас есть излишки мощности. Почему бы их не использовать и не заработать? Я абсолютно согласен. Есть люди, которые этим занимаются профессионально, почему мне дали где-то на аутсорс поучиться у них, со стороны, поглядеть, выгодно и выгодно, невыгодно, невыгодно. Вот, то есть, надо в этом отношении смотреть и, естественно, ищите профессионалов, которые реально что-то делают. Вот, просто всегда спрашивать про гарантии, всегда спрашивать про условия работы. Любой нормально, адекватный человек, который здесь работает, должен давать гарантии, связанные с возвратом, например, денег. Если мы закупаем товар, мы, естественно, вернуть деньги не можем. То есть, это понятно. Но в тот момент, пока, например, люди этого не сделали, но с инвестицией что-то какие-то у вас там не срослось. Мне кажется, какие-то должны вы с Никитой там обсудить с момента. Я, например, по месяцам, пока недопонимаю, как это все будет выглядеть, спрошу у него, может быть, какой-то опыт. Ну, то есть, мы пока развиваемся в первую очередь на свои деньги. Вот, мы еще, у нас как бы там нет свободных мощностей на то, чтобы этим занимался. Хотя, в принципе, обращений были, но мы пока занимаемся своим делом. Вот, так что, если интересно, обращайтесь к нему, контакты там, и Никита здесь под постом оставит, ну, и так далее, и так далее на будущее. Спасибо за внимание. Хороший эфир. Все, не забудь, не забудь таблицу выложить и презентацию, если можно. А ее как? Внизу? Как, как? Ну, документы прицепили. Ты можешь документы прицепить. Можешь туда прицепить, не можешь, но. Все. Или сделай отдельным постом. Да, отдельным постом сделай, и все. То есть, туда закрепи таблицу и документы выложите. Все, чудеса. Хорошего вечера. До свидания. Всем удачи, всем пока. Кто был с нами, народ набежал, 75 человек. Так что, отлично. Все, до свидания.